Добрый день! Представляем вашему вниманию презентацию на тему «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России и Саратовской области. Оценку заболеваемости ВИЧ-инфекции в Саратовской области». ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека, характеризующий синдромом приобретенного иммунодефицита, способствующий возникновению вторичных инфекций, излокачественных образований в связи с глубоким угнетением защитных свойств организма. Сегодня в мире отличается пандемия ВИЧ-инфекции, заболеваемость населения планеты, в особенности стран Восточной Европы, неуклонно растет. Проблема ВИЧ представляет собой сложный социально-экономический, общественно-культурный, медицинский феномен. За счет этого заболевание носит название «Чума XXI века». Возбудителем данного заболевания является представитель семейства ретровирусов, генетический аппарат, которому представлен РНК. Сферические частицы имеют размер от 80 до 100 нанометров. Имеется фермент обратной транскриптазы, способен жить и размножаться только в клетках других организмов, неустойчив к химическим методам дезинфекции, при кипячении погибает, малочувствительен к воздействию ультрафиолетового облучения и ионизирующего излучения, устойчив к замораживанию. Существует два механизма передачи ВИЧ-инфекции. Это естественный механизм и искусственный механизм. К естественным относятся контакты, которые реализуются преимущественно при половых контактах и при контакте связистой или раневой поверхности с кровью, и вертикальные – инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, в родах и при грудном вскармливании. Искусственный механизм – артифициальный при немедицинских инвазивных процедурах и артифициальный при инвазивных вмешательствах в ОПУ. Основными факторами передачи возбудителей являются биологические жидкости человека, содержание в ВИЧ-биологических жидкостях. Высокое – это такие жидкости, как кровь, лимфа, сперма, грудное молоко и влагалишные выделения, и низкое или отсутствует – это слеза, моча, свина, пот. ВИЧ-инфекция – это антопнозное инфекционно-хроническое заболевание, которое характеризуется специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению, до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита – СПИД. СПИД – это состояние, которое развивается на фоне ВИЧ-инфекции и характеризуется проявлением одного или нескольких заболеваний, отнесенных в СПИД индикаторным. Существует 4 стадии ВИЧ-инфекции – инкубационный период, острая ВИЧ-инфекция, субклиническая стадия и стадии вторичных заболеваний. В Российской Федерации регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекции, более 0,5% от численности населения. Сохраняется тенденция заражения ВИЧ-инфекцией населения наиболее активного трудоспособного возраста. В 2019 году 84% случаев ВИЧ-инфекции были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Преимущественно, ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50 лет, что составляет 71% больных. К концу 2019 года в Российской Федерации среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладали мужчины 62,5%. В 2019 году женщины составляли 37,5% от всех новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекции среди населения наблюдается в возрастной группе 30 лет 44 года. Среди мужчин в возрастной группе 35-39 лет это 3,3%. Они жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-49 лет это 1,4%. Также они были инфицированы ВИЧ. ВИЧ-инфекция активно распространяется в общей популяции. Борее половины больных впервые выявлено в 2019 году зародились при гетеросексуальных контактах. Это 62,7%. Для доли инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилось до 33,6%. 2,5% больных инфицировалось при гомосексуальных контактах. В 2019 году в Российской Федерации умерло от ВИЧ-инфекции 33,577 больных. ВИЧ-инфекции, что на 8,9% меньше, чем в 2018 году. По данному стату, в 2018 году ВИЧ-инфекция была причиной более половины от всех смертей от инфекционных болезней, что составляло 59,5%, то есть 20,597 человек. В 2019 году отмечено снижение и стабилизация заболеваемости по 46 нозологическим формам инфекционной заболеваемости, в том числе и ВИЧ-инфекции на 1,6%. В последние 7 лет ВИЧ-инфекция характеризуется линейным увеличением общего числа вновь зарегистрированных случаев с 843 в 2019 году до 1099 в 2019 году. В 2019 году в Сырадской области зарегистрировано 1099 случаев, впервые установленного диагноза болезни, выявленных в ВИЧ, что на 1,6% ниже уровня 2018 года. Территориальный показатель заболеваемости 44,26 на 100 тысяч населения, что на 10,3% ниже уровня среднероссийского показателя, 54,56 на 100 тысяч населения. В 10 административных территориях области из 40 отмечается превышение среднеобластного показателя заболеваемости. В Саратове 45,45, в Балашовском районе 45,25, в Советский район 57,15, в Балаковский район 74,42, и в Волынский район 45,08. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в области продолжает оставаться напряженной. Нарастающим итогом на 1 января 2019 года зарегистрировано 20 331 российских коротонин, у которых при тестировании крови были выявлены антитела к ВИЧ. 71,6% зарегистрированных ВИЧ-инфицированных являются жителями области. Показатель пораженности ВИЧ-инфекции постоянно проживающего населения составил 626,96 на 100 тысяч населения. Наибольшее обстановление вирус иммунодефицита человека получил среди лиц возрастной группы 20-29 лет, что составило 12,7%, 30-39 лет, что составило 41,1% доли возрастной группы, 40-49 лет, что составило 26,88%, и 50-59 лет, что составило 12,66%. Среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2019 году, доля мужчин приходится 56,05%, женщин – 42,2%. Причем за последние годы доля женщины имеет тенденцию к росту, что определяет интенсивность эпидемического процесса среди женщин для дородного возраста и высокий риск реализации вертикального механизма передачи инфекции от матери к ребенку. Основным документом, рекоментирующим проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и недопущению случаев профессионального заражения внецинских работников ВИЧ-инфекции, являются санитарные биологические правила 3.1.5.28.26.2010 года профилактика ВИЧ-инфекции. Кроме того, на территории области утверждена инструкция по предупреждению случаев аварийных ситуаций среди медицинских работников и алгоритм проведения мероприятий по профилактике агрессионального заражения ВИЧ-инфекции медперсонала. Приказ Министерства здравоохранения, номер 91П, 3 июля 2018 года. Профилактические мероприятия в лечебных учреждениях проводятся, исходя из положения, что каждый пациент оценивается как потенциальный источник гемоконтактных инфекций, так и как ВИЧ-инфекция. Цель и методы санитарного просвещения населения по проблеме ВИЧ-инфекции. Личные профилактические мероприятия граждан для предупреждения инфицирования ВИЧ. Целью является профилактика ВИЧ-инфекции среди различных групп населения, сдерживание темпов распространения эпидемии. Профилактика может быть первичной для широкого круга населения, вторичной для групп риска, третичной для ВИЧ-инфицированных пациентов и личной. Первичная профилактика направлена на предупреждение заражения ВИЧ-инфекции любого жителя и включает в себя информирование населения о мерах личной профилактики, о первых симптомах ВИЧ-инфекции, об эпидситуации и о необходимости обследования на ВИЧ. Вторичная профилактика направлена на снижение риска инфицирования таких групп, как наркоманы, работники коммерческого секса, гомосексуалисты, иммигранты. Третичная профилактика направлена на работу с ВИЧ-инфицированными пациентами и их семьи. Меры личной профилактики обвлечают в себя здоровый образ жизни, использование только индивидуальных средств личной защиты и безопасный секс. Эпидемиологическая ситуация в публичной инфекции в области продолжает оставаться напряженной. С целью предупреждения и снижения заболеваемости проводятся массовые профилактические мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населения. Важно обеспечить выполнение плана мероприятий по профилактике природно-очаговых и социально значимых инфекций по инфекционной болезни на территории Саратовской области на 2016-2020 годы. Спасибо за внимание.